Приветствую, друзья! Меня зовут Александр Шадов, главный сексолог страны, кандидат философских наук, писатель, поэт, философ, антисайентист, скептик и мастер жесткого секса с вами. Сегодня мы будем проходить тему, которая называется «Философия вживания в контексте развода девушки на секс». Безусловно, ради этого все и создавалось, ради этого все и планировалось, да, в итоге. Ну, давайте, собственно, начнем. Часовая лекция. Спасибо большое Анонимусу за оплату лекции, я его очень сильно люблю. Поехали. У философии вживания множество применений, которые могут позволить вам повысить шансы на успех при разных формах взаимодействия с людьми. Например, вживание его методы можно использовать для того, чтобы развести девушку на секс. У-у-у! Замечу сразу, что если ваша основная цель развести рандомную девушку на секс, то изучение философии вживания далеко не самая выгодная и удобная стратегия поведения. Вы затратите много усилий, но при этом есть куда более простые подходы, которые помогут вам справиться с поставленной задачей. Например, куда проще найти подходящую для себя девушку, которую вы с большей вероятностью понравитесь, чем стараться вживаться, в кого попало и вообще обучаться достаточно опасной методологии вживания. От себя сейчас замечу, что методология вживания, она находится, ну, на очень странной границе психики человека. То есть, вам придется быть на острие, на острие всяких психозов, на острие взрывов, на острие эмоционального дисбаланса и так далее, так далее, так далее, так далее. Философия вживания требует довольно особенных состояний, которые не каждый может на себя принять. Нету какого-то особого отдельного смысла заниматься философией вживания, если, ну, у вас единственная цель – это заняться сексом, короче, с девушкой. Более того, действительно, вы можете просто взять девушку, которая вам более нравится, больше, ну, которой вы, скорее всего, понравитесь, ну, и сделать так, чтобы она вам понравилась, и все, и у вас будет секс. Секс гарантирован, ну, на крайний случай есть девушки определенного поведения, которые за определенную сумму, мы не одобряем, да, могут удовлетворить ваши потребности. Так что, вот, уважаемый, пользуйтесь, радуйтесь. У вас полный набор удовольствий и так уже имеется. Но, допустим, ситуация приблизительно такая. Перед вами конкретная девушка, конкретная цель, конкретная мишень. И вам нужно эту мишень поразить. И, соответственно, чтобы поразить именно конкретную мишень, вы хотите использовать какие-то особенные методы. Методы вживания могут вам помочь. Да. Но есть определенные нюансы. Во-первых, это не точно гарантировано, что благодаря методам вживания вы сможете захватить внимание той или иной девушки абсолютно не обязательно. А во-вторых, ну, это будет очень тяжело. И я полагаю, что такие трудности, они, ну вот, если единственное, в общем-то, удовольствие, которое вы получите, это секс. Ну, они заслуживают такие старания и такой риск, вот такой жалкой награды. Но, если хотите, если хотите, это в теории возможно. Начнем с теории. Ортодоксологическая германефтика, что это такое, как она работает? Ортодоксология, ну, напоминаю, что это философская система, философская методология, посвященная определенному образу, способу понимания мнений. Ортодоксология. Наука о правильных мнениях, если так вот попробовать абстрактно перевести. Ну, или слово, логия, логос, да, слово о правильном мнении. Каждое мнение мнит себя правильным, и ввиду этого ортодоксология дисциплина, посвященная изучению всех мнений. Изучая мнения, возникло, соответственно, две потребности. Во-первых, войти в состояние абсолютного скептицизма, чтобы абсолютно нейтрально оценивать эти мнения. Сможете это сделать, мое почтение, круто. А во-вторых, это потребовало создание определенного рода германефтики вживания, которая позволяет манипулировать разными элементами мнений для того, чтобы лучше их понимать и лучше с ними работать. Ортодоксологическая германефтика строится на понятии вживания, то есть процессе отражения понимаемой сущности с помощью ресурсов собственного внутреннего мира. Внутреннего мира здесь мы используем в огромных, колоссальных кавычках. Это не психологическое понятие, даже не окончательно философское. Здесь мы проводим разграничения между внешним миром и внутренним вашим миром, миром вашего «я». Ну вот и, соответственно, используя накопленные, натренированные годами ресурсы этого вашего внутреннего мира, набирая элементы мнений, элементы эмоций, элементы воображений, элементы воспоминаний, элементы чувств, вы можете из этих элементов сложить нечто новое, создать некую кальку некого существа, которое вы хотите понять, и, соответственно, так и строится акт понимания согласно ортодоксологической германефтике. То есть ваша способность воспроизводить мнительные механизмы тех или иных людей, может быть, даже несуществующих, в этом и заключается суть. Притом, совпадение проверять не всегда обязательно. Постулируется, что мы можем понять только то, что можем отразить в себе. Да, это очень зеркальная германефтика, прежде всего. Германефтика, базирующаяся на понятии, ну, такой вот, не знаю, образа зеркала. Кстати, поэтому в моих стихотворениях, в романах очень часто всякие зеркальные образы проглядывают, потому что это база, это основа, это очень важно. И с этим в целом приходится работать любому человеку, который занимается ортодоксологией. Вы акцентируете свое внимание на именно своей способности стать таким чистым, скептичным, чистым, то есть скептичным зеркалом, которое в своем блеске, в своей вот этой вот чистоте может отражать другие интеллектуальные живые объекты, а некоторые структуры мнений. Если нечто невозможно отразить, то и критерии понимания к нему неприменимы. Как-то так получается. Неотражаемые вещи, они выходят за пределы понимания, и мы, в общем-то, оставляем их условно за скобками. Именно для этого ортодоксолог расширяет свои интеллектуальные, эмоциональные, воображаемые и прочие границы, чтобы иметь ресурсы для понимания как можно большего количества людей. Что, кстати, является довольно тяжелой практикой, потому что вам придется не как скептики стремиться к атероксии, а наоборот стремиться к тотальному эмоциональному резонансу. Вы будете познавать разные эмоции в разных, в общем-то, их пропорциях и силах. Чем сильнее, тем лучше стремиться к таким вещам, которые на таких резонансах вас могут и немножко поставить на границу с неким даже безумием. С чем вам придется тоже работать, и что вам придется в себе сдерживать, и что придется регулировать. Ввиду этого, такая методология, она не является абсолютно безопасной. Более того, она довольно рискованная, она требует от самого человека очень много вложений. Если ваша основная и единственная цель это понимание в широком смысле, в смысле вживания, то тогда у вас особо-то и выбора нет. Но если ваша основная цель заняться с кем-то сексом, наверное, это действительно не самая лучшая методология. Давайте я вообще, в принципе, обращусь к основной книге, которая данной теме посвящена. Это книга «Духовные практики осьминога бесконечности». Называется, и вам ее придется прочитать, если вы хотите к этому всему прийти. И там 64 маленьких главы. Каждые главы делятся на 8 разделов. Разделы называются «Щупальца». «Щупальцы знания», «Щупальцы воображения», «Щупальцы творчества», «Щупальцы философии», «Щупальцы плюрализма», «Щупальцы безразличия», «Щупальцы понимания» и «Щупальцы сомнения». «Щупальцы понимания» и «Щупальцы сомнения» друг друга взаимодополняют. То есть вы, в принципе, и в абсолютном сомнении пребываете, укрепляя тем самым схемы понимания, очищая свое зеркало, так скажем. И, соответственно, вы обрабатываете и само сомнение с помощью понимания, понимая как можно больше концепций, как можно больше людей с разными взглядами, вы приближаетесь к тому, что ваше сомнение укрепляется, потому что у всех, оказывается, есть какие-то основания чувственные, интеллектуальные, эмоциональные. Это очень разные основания. И в этих основаниях вы уже находите в том числе самого себя. «Щупальцы знания» требуют от вас огромного количества прочтения разной, разнообразной литературы. Кстати, включая мою литературу, вам придется прочитать немало моих книг. Но прежде всего вам и философии много придется прочитать. Там список моего почтения на самом деле. То есть интеллектуальная подготовка, она первична в данном случае. Вы разрабатываете определенный багаж, за который вы будете так или иначе цепляться, и на котором будут работать ваше репродуктивное воображение, репродуктивная способность творчества. Что на самом деле тоже для вас окажется крайне важным, потому что вы как человек вынуждены будете делать не только продуктивные продукты, прошу прощения за тавтологию, но и репродуктивные. То есть репродукция одна из функций человека, как интеллектуальная мыслительная репродукция, так и творческая репродукция. То есть на протяжении духовных практик «Осминога бесконечности» вы сначала занимаетесь обычным образованием, потом развиваете воображение, учитесь творить, потом приближаетесь к философии, потом работаете еще и с эмоциями по-разному, для понимания там и всего. Достигаете состояния, с одной стороны, безразличия, а с другой стороны, учитесь из него выходить, познаете философию забвения там, и погружаетесь вообще в различные философские темы, которые позволяют вам управлять своими мнениями, так или иначе. Вообще, в принципе, ортодексологическая философия – это философия, которая выводит вас за пределы мнений и позволяет вам ими управлять, их регулировать, так или иначе. И вы сможете с ними работать и быть их условно хозяином. И таким образом вы сможете не просто ими управлять, конкретно вашими мнениями, вы сможете захватывать огромное количество разных мнений и с ними работать. Это очень полезная способность для разных областей жизни. Для разных областей жизни. Это может помочь вам в становлении интеллектуальном, это может помочь вам в становлении духовном, это поможет вам понять многие вещи, как они, ну не знаю, не устроены в мире, а как они устроены в обществе скорее. Про мир мы говорить не будем здесь особо. То есть у вас появятся некоторые такие ориентиры, которые базируются на ничто. То есть вы сможете попытаться отражать мнение других людей, что принесет вам достаточно большую пользу. Но при этом, если вы хотите только-только-только секса, наверное, все это будет лишнее все же. Ну, более того, опять же, смотрите, если вы хотите соблазнить девушку с философского факультета, щупальцы знания в некоторой философии вам тоже поможет, повысит вашу вероятность. То есть девушка с философского факультета, наверное, она будет хорошо относиться к парням, у которых есть некий уровень освоения в кавычках гуманитарного, да, философия, не гуманитарная же наука, вы же знаете, да, я вам, может, еще раз про это говорил. Ну, допустим, гуманитарного знания. Если вы не владеете гуманитарным в кавычках знанием, то, наверное, шансы будут пониже. Хотя разные случаи тоже бывают. В принципе, я здесь немножко оторвусь от ортодоксологии и замечу кое-что крайне важное. Многое зависит от ситуации. Если вы находитесь вне ситуации, то никакое понимание вам не поможет. То есть вы должны уметь чувствовать ситуацию и в этой ситуации уметь реагировать. Ну, например, у вас есть девушка, которую вы очень хотите, любите и желаете. И у нее есть прекрасный, замечательный парень, который по счастливому стечению обстоятельств является мудаком. Отбить девушку у парня мудака вполне возможно, но довольно сложно. Нужно быть очень тонко чувствующим здесь человеком. И, соответственно, чтобы это сделать, вы должны давить на девушку самыми лучшими своими качествами, самыми лучшими своими эмоциями, теплотой и так далее, так далее, так далее. Когда ее парень проявляет себя как полный мудак. Вот как-то так. Но она вам, если вы будете проявлять себя так, скорее она вам будет все это рассказывать. И у вас будет информация, с помощью которой вы сможете побеждать. По крайней мере, двигаться к победе. То есть увезти девушку у какого-то парня сложно, но возможно. Это просто следующий уровень сложности. Я не советую вам тоже к нему прикасаться, пока вы, допустим, неопытные. Это тоже возможно. И здесь тоже может помочь некоторая степень понимания. Если вот девушка, она любит философию, щупальце знания, оно вам точно уже поможет. То есть вы сможете, по крайней мере, представить, как она себя ощущает с теми знаниями, которые у нее есть. Это, на мой взгляд, крайне важно. Ну так вот, продолжаем. Именно про ортодоксологию. Именно для этого ортодоксолог расширяет свои интеллектуальные, эмоциональные, воображаемые и прочие границы, чтобы иметь ресурсы для понимания как можно большего количества людей. То есть в ортодоксологии, вообще, я замечу, имеется такая, несколько описательных моделей. То есть ортодоксология, это не философское учение даже. Я, может быть, оговорился выше. Это, на самом деле, дисциплина. Как социология, как физика, как математика, как логика. И, соответственно, как и во всех этих дисциплинах, в ортодоксологии я сразу же наметил несколько возможных и описательных, и действенных подходов. Один из таких подходов – это философская комбинаторика. Когда мы разбираем все мнения на маленькие подмнения и смотрим их уже в разрезе разных элементов. И смотрим, как эти элементы друг с другом комбинируются, какие комбинации выдаются, можно ли в это верить, нельзя ли в это верить. Когда наши предки в это верили и верили ли вообще. И начинаются такие разборы. Философская комбинаторика позволяет разбить весь мнительный мир на маленькие элементы, которые можно рандомно соединять и экспериментировать уже в таком мыслительном мире и с ними работать. Соответственно, да? Предполагается, исходя из такого подхода в рамках ортодоксологии, что и у вашей девушки, и у вас имеется некоторое количество элементов мнений, эмоций, чувств, воображаемых элементов, способностей воображения, там, не знаю, ощущений, воспоминаний, которыми они обладают. И у вас, и у нее. Ваша задача иметь больший диапазон этого самого интеллектуального, эмоционального и воображаемого опыта, чтобы иметь возможность составить у себя в голове все эти элементы опыта воедино и получить некую картину, очень похожую на то, что представляет вот человек, которого вы хотите понять. Есть такой подход, и он наиболее такой, не знаю, простой в понимании и, наверное, наиболее проработанный в том плане, что вы нарабатываете разные элементы опыта. Все нормально, все хорошо. И воображение качаете. Чем больше воображения, тем лучше. С помощью воображения можно и воспоминания свои немножко регулировать, подделывать, управлять ими. Можно и создать фейковые воспоминания, чтобы подумать, как себя девушка, которую вы хотите соблазнить, ощущала себя в те или иные моменты. То есть вы долгое время, на протяжении многих лет накапливаете эти самые ресурсы. И эмоциональные ресурсы, и резко в кого-нибудь влюбляетесь сильно-сильно, или кого-то ненавидите сильно-сильно, или наоборот в апатию периодически впадаете. То есть вам нужно получить доступ ко всему диапазону разных эмоций, в которых может оказаться потенциальный человек, которого вы могли бы понять. Ввиду этого вы действительно оказываетесь на краю с безумием, потому что далеко не все люди, ну, собственно, не безумны. И если вы хотите понимать еще и безумцев, вам нужно удерживать в себе и разные безумные мотивы, эмоции и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже другой вопрос. Надеюсь, вы не будете с безумными девушками мутить. Ладно. Приблизительно логика рассуждения здесь такова. Глупый не может понять умного, потому что у него не хватает ресурсов. То есть у умного есть элементы мнений, которые он так или иначе комбинирует. У глупого их нет. Поэтому ему никак не понять. Вот умный может попробовать себя интеллектуально лишить этих элементов, оставить только те, которые есть у глупого. А вот глупый не может. При том, что люди еще бывают умные люди, бывают умны по-разному. И поэтому широкий кругозор нередко оказывается очень важной вещью. И поэтому мы скорее будем топить в философскую литературу, а не в какую-либо еще художественную. Мы тоже вроде бы там в списке щупалец знания захватываем. Но при этом прежде всего основа и база, самое важное, что мы должны сделать, это втопить именно в философскую литературу. Потому что она самая общая, потому что она формирует общее понимание аспектов разных областей. И потому что именно она может позволить нам, ну хоть как-то себя сопоставить с человеком, чья эрудиция в той или иной области, ну там выше нашей. То есть философия это такая универсальная дисциплина, которая, да, не делает из философа суперфизика, которая разбирается абсолютно в математике и может вам там, не знаю, просчитать движение квантов. Не-не-не, это не про то совсем. Но при этом сами принципы вот этих всех просчетов и занятий физика, в принципе, философ может понять. Потому что он понял много разных учений, в том числе те учения, из которых физика возникла. И он с ними проработал. И в принципе, да, он не умнее физика в физике, но некоторая степень понимания ему здесь будет доступна. Ну и, соответственно, если очень сильно надо, философ может попытаться войти в это состояние физика и может попробовать развиваться в физике. Ему это, скорее всего, будет куда проще. Особенно если он использует те практики, которые были обозначены выше. Но это, опять же, по желанию. Не всякий философ и не всякий исследователь ортодоксологии захочет стать физиком, поэтому мы движемся дальше. Глупый не может понять умного. Безэмоциональный не может понять эмоционального. Поэтому в том числе приходится копить эмоции. Если вы пытаетесь работать с пониманием, необходимо также помнить о том, что многие вещи в нашем сознании решаются именно эмоциями неожиданно. Нет ни одного ученого, ни одного философа, ни одного там человека, у которого какие-то личные предпочтения, навязанные прежде всего эмоционально, не начинают играть роль даже в обычной научной дискуссии. А тем более, когда и дискуссия не научная, и, например, преподаватель абсолютно умный, замечательный, выдающийся, беседует с каким-нибудь студентом, он может выдать просто невероятные эмоциональные кульбиты. Поэтому, я думаю, вы и сами все это знаете. Вы, возможно, видели, как легендарные, замечательные, умнейшие люди ведут себя как обычные эмоциональные человечки. Это нормально. Это одна из составляющих человеческой природы, так скажем. Не люблю высказывания человеческой природы, но давайте выразимся сейчас проще, чтобы вам было понятно. У нас есть эмоции. И эмоции много что регулируют. То есть, чистого рационализма не было, не будет, и сейчас его тоже нет. Никто не может быть чистым рационалистом, кроме разве что компуктера, ну или очень больного человека. Какого-нибудь совсем уж аутиста, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, безэмоциональный человек не может понять эмоционального. И, следовательно, человек, который испытал меньший диапазон эмоций, не может понять человека, который испытал больший диапазон эмоций. А вот человек, который испытал больший диапазон эмоций, он может понять человека, который испытал меньший диапазон эмоций. Как-то так. Логика здесь, она продолжается, в том же духе она здесь поддерживается. Более того, эмоции тоже бывают разные. Кто-то преуспел в любви, кто-то преуспел в ненависти, кто-то преуспел, я не знаю, в радости, кто-то преуспел в горе. По-хорошему, ортодоксолог должен познать все эти эмоции. По каждой эмоции работает данный критерий, в общем-то. Берем отдельное эмоциональное какое-то состояние и его, в общем, транслируем. Если у нас нет этого состояния, никогда не было, и мы его никогда не испытывали, или испытывали его в меньшей степени, но мы не очень гневные люди, например, мы вообще не гневаемся, да, вообще, мы очень спокойны в данном плане. Тогда мы вряд ли сможем понять человека, который гневается. И в этом тоже заключается большая проблема. Ваш эмоциональный дисбаланс будет просто в ортодоксологии скакать от крайности к крайности, от радости к горю, от гнева к любви и так далее, так далее, так далее, от любви к ненависти. И вы попадете в большую такую эмоциональную сложную ловушку, совладать с которой крайне трудно. Но если вы хотите добиться максимальной степени понимания, придется. Кстати, можно не добиваться максимальной степени понимания. Можно не добиваться максимальной степени понимания, ну там, отпустить свой гнев на некоторое время, и немножко побесноваться, и оставить, и оставить это на потом, и вспоминать потом, как вы гневались. Тоже можно, не обязательно достигать максимального рейджа, как это делает Александр Шадов. Можно попробовать достигать более, ну, менее агрессивного рейджа, да, такой, менее агрессивной агрессии. Прошу прощения за тавтологию. И двигаться вперед. То есть здесь вы в принципе можете сами определять степень вашей вовлеченности в ортодексологию. Более того, следующее предложение. Человек без фантазии не может понять человека с хорошо развитой фантазией. Я здесь тоже думаю, что это понятно. Вот у вас нет воображения нормального, продуктивного, вы ничего придумывать не можете. И вам очень трудно будет понять человека, который может что-то придумывать. А человек, который может что-то придумывать, он вполне может перестать что-то придумывать и ему будет вполне хорошо и замечательно. Он будет чувствовать себя в общем-то отлично и будет понимать вас. То есть принцип здесь такой, если у вас нет какого-то элемента мнений, элементов внутреннего мира человека, то соответственно вы не сможете скомбинировать в себе эти самые элементы для создания некой такой вот базовой личности, с которой вы будете потом, ну не знаю, работать, что-то делать. Вот в обратную сторону, еще раз помечу, понимание не работает, умный может уподобиться глупому, эмоциональный может оказаться в состоянии без эмоций, а фантазирующий может перестать фантазировать. При том, что не фантазирующий человек, человек без фантазии, который ее никогда не развивал и никакого отношения к ней не имеет, он не может этого сделать. Он оказывается в большой проблемной ситуации, из которой ему придется выбираться долгими, 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 долгими работами, трудами, ему придется очень много чего сделать. Так вот, германефтика в ортодоксологии базируется на таком важном слове, как вживание. Германефтика вживания, она же, в общем-то, для нее самой важнейшей практикой является тренировка своих внутренних способностей, воображения, памяти, восприятия, рассудка, эмоций и всех прочих. Чем лучше развиты ваши внутренние способности, тем большее количество людей вы потенциально, подчеркиваю, потенциально можете понять. Если вы не обладаете этими внутренними способностями, то потенциально вы понять уже никого не можете. Да, даже потенциально, вы уже даже на это не претендуете, в общем-то. Заранее замечу, что в стандартной философской германефтике работают совершенно другие законы. То есть, там понимается не человек и даже не мнение, там понимаются тексты. И способы интерпретации текстов в классической философской германефтике, они могут отличаться от позиции автора. Автор может думать все, что угодно, при этом трактовка ваша может отличаться абсолютно от авторской. Это не проблема. Классическая философская германефтика базируется на умножении трактовок интерпретаций текста. И все эти интерпретации заслуживают определенного внимания в этой трактовке. Вы перечитываете текст, даете новую интерпретацию, всякий раз. И вы работаете исключительно с текстом. И не обращаете внимания на то, что там думал автор. По шлейрмахеру можно понять текст лучше, чем его понимал сам автор. Делайте из этого сами выводы. Мне такая германефтика абсолютно не близка. И я не очень понимаю, как можно относиться к тексту как к предмету исследования. По крайней мере, потому что я не считаю, что язык является какой-то живой субстанцией, с одной стороны. И с другой стороны, я не считаю, что сам текст является без автора живой субстанцией. И без авторского, в общем-то, вливания в текст не было бы самого текста. Более того, действительно, я тоже понимаю, что текст, будучи мертвой материей, отпечатанный на бумаге, и иногда не на бумаге, в электронном источнике, сам по себе без того, кто его кодирует, то есть без автора и того, кто его раскодирует, то есть читателя, является просто ничем, пустотой. И понимать текст, на мой взгляд, просто в принципе невозможно. Нет такой материи, которая понимается, когда мы пытаемся понять текст. Но это исключительно на мой взгляд. Я не знаю, я себе просто с трудом большим представляю, какой смысл может быть у текста в отрыве от того, что о нем думал автор. Я не знаю, где это смысл существует. Получается, что текст просто вызывает в нас какой-то код. Но проблема будет заключаться в том, что тогда вот эта метафора кодирования, она совершенно неверная, она довольно странная. То есть, да, у нас есть кодировщик, у нас автор. Автор написал текст, закодировал какую-то информацию, какие-то эмоции, какие-то события и так далее, и так далее, и так далее. Мы же, как люди, которые раскодировали эту информацию, мы не стремимся к тому, чтобы понять автора. То есть, мы не стремимся к тому, чтобы понять код. Мы стремимся к тому, чтобы понять те впечатления, которые возникли у нас от прочтения данного кода. Это довольно странно на самом деле, и я не понимаю, почему это называется герменевтикой, какое это отношение имеет к пониманию, честно говоря. Ну, в общем, классическая философская герменевтика кажется мне довольно странной, ну, и базируется она прежде всего на христианских мотивах, ну, потому что, давайте вспомним, да, как, что такое христианская герменевтика, ну, это экзегетика. И что там трактуется? А священные тексты, прежде всего, Библия. Кто написал Библию? Кто Библию и Евангелие там написал? Ну, кто Ветхий Завет писал? Разные люди, большое их количество, не так уж и важно кто. Вот Евангелие писали, да, там, не знаю, Павел, Лука и так далее. Вот это они писали Библию или Бог? Бог, Бог, ее писал Бог, в общем-то. И нам не важно, что думали о событиях Библии Павел там, Лука и прочее, прочее, прочее. А вообще плевать. Вообще просто, ну, думали и думали, да, они умные, конечно, но нам важнее, что думал Бог сам по себе. И ввиду этого Библию можно трактовать очень по-разному. И христианская герменевтика, это герменевтика, в которой автор мертв изначально. То есть вы думаете, что смерть автора это постмодернистическая идея? Нет, автора изначально не было в христианской культуре. Автор, вот он, он погиб. Правда, автор потом возродился в эпоху Возрождения, как ни странно, с взлетом античной культуры. Автор становится творцом, центральным персонажем. Но просто герменевтика, в основном благодаря Шлиермахеру, его последователям типа Гадамера и так далее, она перескакивает через эпоху Возрождения условно и возвращается к экзегетике. Понятый в философском ключе. И в таком случае мы оказываемся в большой ловушке. Тоже интересное, когда мы окружены своими собственными интерпретациями. Вот. Давайте посмотрим, как соотносят друг с другом скептицизм и вживание. Есть некоторые методологические проблемы с вживанием и скептицизмом. В целом мы не можем убедиться в том, что понимание произошло. Испытываем проблемы с тем, чтобы оценить степень этого понимания. Понимание все еще остается вещью максимально сомнительной. Но есть и позитивные практические результаты в общении с людьми, которые от этого возникают. Сама попытка понимания часто помогает людям найти общий язык. Более того, методология вживания отлично используется для того, чтобы создать нужное впечатление о себе, у тех или иных групп людей. Само понимание в абсолютной степени оказывается сомнительным. Но существуют методы использования понимания, которые делают жизнь в целом лучше и помогают ортодоксологу развиться. Даже понимая отсутствие методологической ультимативности понимания. То есть абсолютное понимание, в принципе, в ортодоксологии, оно как вопрос даже не ставится. Ну, как вопрос ставится, но разрешение обычно вот такое. Ну, наверное, невозможно. Ну, или очень маловероятно. То есть, ну да, мы набрали разные элементы одного человека, и нам кажется, что они очень похожи. Там эмоции, любовь, там, не знаю, знания какие-то в той или иной области. Вот набрали всего чего угодно, прослушали воспоминания, вообразили, как этот человек вспоминал, и даже эти воспоминания себе производили. Вот вам человек рассказывает о своих воспоминаниях, там, в детстве этого человека за ним отец гнался с палкой, и вы такой представляете отца, представляете человека, представляете палку, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы можете подменить свои воспоминания с помощью воображения. Вот вы все это сделали, а все равно тотального совпадения добиться крайне трудно. И, скорее всего, невозможно. То есть, вы вряд ли представите того самого отца, таким, каким он был молодым, там, и так далее, и так далее, и так далее. и он гонится с палкой за человеком, но вы просто себе тоже будете это как воспоминание представлять. Это будет просто очень похожее воспоминание, так скажем, которое вы можете сконструировать, но оно будет не абсолютно идентично. С эмоциями та же самая проблема. Вы не всегда можете уловить точную степень эмоции, с одной стороны, и вы не всегда можете понять, та ли это самая эмоция. Вот вам человек говорит, я люблю тебя. Что он под этим понимает, мы чаще всего даже сказать и представить себе не можем. Мы же сами можем по себе судить о том, что мы слово «любовь» употребляем в огромном количестве значений, и слово «я люблю тебя» может значить очень многое, или «я рад тебя видеть». А в каком смысле рад? Какие конкретно феноменологические, в общем-то, эмоции, состояния ты сейчас испытываешь? И в какой степени ты рад меня видеть? Как это оценить? Я, честно говоря, не совсем понимаю, и, по-моему, язык такие вещи передавать может с огромным трудом. В лучшем случае только если поэтический язык использовать. Да и то, да и то, многое опять же будет зависеть от германефтики и интерпретации, что, конечно же, нас будет немножко отпугивать. Так вот, скептики осознают, что достижение полного и даже частичного понимания сомнительно. Но нередко люди считывают попытки понимания через вживание как полноценное, полноценное, что довольно просто используется в обыденной жизни и позволяет находить связи и общий язык со многими людьми. В каком смысле полноценное? Давайте попробуем здесь рассудить. А в прямом. Ну, то есть, многие люди, когда вы вжились в тот или иной образ, который им наиболее приятен, они принимают это за чистую монету. И это и правда отчасти чистая монета, и, в принципе, люди это принимают хорошо и позитивно. Конструирование индивидуальности. Вот теперь самое важное. Что вам нужно будет научиться делать? Теперь переходим к основной практике. Вообще, для ознакомления с данными практиками и подхода к чему-то похожему, рекомендую читать полные книги. Сначала лучше начать с вводной. Духовные практики осьминога бесконечности. Там все объясняется. Где полностью прописывается путь к состояниям сомнений и понимания. После же советую перейти в первую октограмму и прочитать там работу по конструированию индивидуальностей. Сразу замечу, что этот метод является опасным для психики. А потому, если у вас проблемы в данной области, то практиковать подобные практики радикально не рекомендуется. Воздержитесь. Суть конструирования индивидуальностей заключается в том, что при развитых элементах внутреннего мира, воображении, мышлении, интеллекте, эмоциональной сферы, вы можете собирать внутри себя полноценные личности соответствующими параметрами. Включая даже наличие специфических для данного персонажа воспоминаний. Последнее я вообще применяю для написания романов. Создаю липовые воспоминания, липовых персонажей у себя в голове. Они у меня работают как герои тех или иных романов. Например, применение данного метода допустимо в литературе. Применение данного метода допустимо и в жизни. Чтобы свершилось абсолютное понимание, нужно сконструировать точную копию личности другого человека, что, конечно, крайне маловероятно. Вот у человека есть какие-то элементы, эмоции, чувств, знаний и так далее, и так далее, и так далее. И у вас они тоже есть. Если они совпадают полностью, и вы их соединили, и у вас получилась точная калька человека, произошло абсолютное понимание, поздравляю. Это невозможно практически, скорее всего. Я с трудом себе представляю, как это может быть. Но вдруг. Этот эталон, незримый, далекий идеал, он вот такой. При этом только вот такой подход, который я предлагаю, позволяет хотя бы приближаться к этому эталону. А другие методы, например, как методы классической германефтики, они нас от него скорее отдаляют. Они не пытаются узнать, что там знал автор, они не пытаются составить позицию автора, они пытаются от нее на самом деле как можно дальше убежать. Ну, такой подход, мне кажется, никак не должен соотноситься со словом понимания. Ну, это уже пусть философы делают, как хотят, это их проблемы. Пусть понимают сам текст, это их дело. Меня это интересует в несколько меньше. Личности можно использовать в разных делах и при общении с разными людьми. Следует заметить, что важно составить правильную иерархию личностей, чтобы иметь возможность ими управлять. Одна из личностей, наиболее уравновешенная, регулирует поведение других и позволяет применять их ресурсы в нужное время. Таким образом, у вас может появиться колода из личностей, которую можно применять в разных ситуациях, тасовать их и делать очень много-много разных интересных вещей. Более того, я на всякий случай замечу, что в жизни мы используем похожий подход, но обычно мы его не осознаем. То есть мы обычно с разными людьми общаемся по-разному. Вот у вас есть преподаватель, вы с ним общаетесь по одной стратегии. Вот у вас есть там любовник, вы с ним общаетесь по второй стратегии. У вас есть начальник, вы общаетесь с ним по третьей стратегии. Есть друг, вы общаетесь с ним по четвертой стратегии. Формально у вас есть уже некие четыре подличности, которые вы, правда, не осознаете и методологически не разделяете. Теперь ваша цель методологических осознать, разделить и научиться конструировать наиболее полезные личности. То есть вы встаете на новый уровень. У вас уже есть некий уровень, некий навык создания таких вот псевдоиндивидуальностей, псевдо-личностей. Теперь вы можете заняться этим абсолютно серьезно. Это возможно, вы можете проверить, что это возможно уже на своем личном опыте, на своем личном общении, если вы начнете включать рефлексию во время общения с людьми, если вы начнете замечать, как вы общаетесь с одним, как вы общаетесь с другим, как вы общаетесь с третьим, вы обнаружите, что вы чаще всего разные в разное время и в разных состояниях, более того. Теперь мы учимся этим конкретно управлять. Вот. Теперь это не бессознательная реакция будет, теперь это будет осознанное конструирование. Ну что ж, знакомство и секс. Ради чего мы здесь все собрались? Александр Шадов, да, в очередной лекции по сексу решил потратить на тему вживания 40 минут из часа. Я вас поздравляю. А что вы еще от меня ждали? Думали, я вам буду про секс рассказывать целый час? Нет, никакого секса, ребят, воздерживайтесь. Так вот, имеющиеся навыки, если вы их все же обрели, можно использовать при знакомстве с девушками. И у вас есть два направления развития, которые будут взаимодополнять друг друга. Первое, это понимание самой девушки. И второе, конструирование идеального для нее партнера. Практики вживания могут повысить вероятность успеха, если вы хотите соблазнить конкретную самку. Опять же, подчеркну, никаких абсолютных шансов на победу у вас все равно не будет. Никакое вживание вам не поможет. Многое зависит от ситуации, да и вы это и сами поймете, если правильно используете свои ресурсы. Если у вас что-то идет не так и не туда, вы, скорее всего, осознаете, что конкретно девушке той самой, той или иной не понравилось. В общем, как-то так. В общем, как-то так. У вас есть теперь метод, который, правда, все равно не будет работать на 100%. Если вас просто интересует секс, то куда проще отыскать более подходящего для вас партнера, еще раз скажу, который на него согласится без проблем. Вживание это очень мощная многоходовочка, которая потребует траты значительного количества ресурсов. И это может помочь только лишь повысить вероятность, а не гарантировать ваш желаемый, обожаемый, замечательный, потрясающий секс. Так что применяйте данные подходы на свой страх и риск. В чем заключается суть, если сформулировать кратко? Первым ходом вы общаетесь с девушкой и конструируете внутри себя ее приблизительную копию, индивидуальность. А после начинаете конструировать внутри себя индивидуальность ее наиболее желаемого потенциального партнера. Могут возникнуть проблемы, если она желает переспать скачком, но чаще всего девушек интересуют личные качества человека больше, чем его физическая форма. Ну, если вы, конечно, не совсем плохи, если вы совсем плохи, приведите себя в приемлемое состояние. Если вы там немножко полноваты, ну хотя бы одежду оденьте, которая немножко скрывает или украшает вас. В общем, думайте об этом сами. Ваше физическое состояние, это уже ваше дело в данном случае, это то, что тоже влияет на вероятности. Причем некоторым девушкам могут нравиться полные парни, поэтому вам реально было бы проще найти девушку, которая нравится полные парни с вашими интересами, например. Но это тоже такой нюанс, и вы это, видите, не всегда хотите сделать. Кстати, в этом большая разница между мужчинами и женщинами. Мужчин все же куда чаще интересует внешность их партнера, а внешность довольно трудно подделать. Хотя это тоже возможно. Мы здесь, к счастью, не на актерском факультете, и мы не будем сейчас обучаться менять свою внешность. Мы будем абсолютно опираться на то, что мы будем исходить из такого предрассудка, согласно которому девушки больше обращают внимание на личные характеристики партнера, чем на его внешность. Хотя на внешность они тоже обращают внимание. Все же мое наблюдение здесь оно таково. Девушки действительно больше обращают внимание на личные качества партнера. То есть вы можете быть дохуя красавцем. Не, ну может быть вы с ней не переспите, но на длительные отношения, например, рассчитывать уже будет сложнее. Ну и в целом девушки чаще всего не согласятся спать с кем попал. Ну просто качок не подошел. Большинство девушек скорее всего откажется. Если к парню подошла красивая тянка и сказала, давай, 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 шпилится, парень скорее всего такой, ну давай, окей, хорошо. Давай, поехали, начинаем. Ну вот так. А девушка наоборот. То есть вы можете быть дофига прекрасны и дофига красивы, но вам все равно придется проявить хотя бы некоторый уровень ваших позитивных качеств. Ваша ценность от вашей внешности, конечно, возрастает в глазах девушки. Но этого будет во многих случаях недостаточно. Вот. Понимание девушки. Теперь начинаем с самого главного. Многие девушки не скрывают своих эмоций, а потому, надеюсь, вы заранее развили свою эмоциональную сферу, чтобы попытаться соответствовать этим эмоциям. И понять ее. Это вам сильно поможет. Значит, понимание эмоций девушек это ваша первая задача, которую нужно достигнуть. Во-вторых, вы должны сформировать у себя в голове идеальный образ мужчины, которого желает ваша дама. Это позволит в будущем соответствовать этому образу. Вообще, советую начать с внимательного ознакомления с материалами, которые выложены в открытых источниках. Записи на стене ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграм с подписями вот этими многокилометровыми. Знаете, у девчонок бывает такая тема. Заходишь в Инстаграм, фотка жопы и большой философский пассаж о сущности бытия. О том, как она избавилась от всяких там проблем, от всяких трудностей. Через что она там прошла и как она, в общем, преодолела все испытания, которые были на ее пути. Какие эмоции она испытывала, как она относится там к мужикам или к мужчинам там и так далее, так далее, так далее. Там ее интересы, она там вам про все расскажет. Там что ее ждет, как она там к зиме относится, к лету, к осени. Просто берете, читаете все, что поставляет эта самка, если вам нужно изучить. Вы просто получаете знания о составляющих этой женщины. О том, что она испытывала и что ей интересно, и как она ко всему этому относится. Картина, которую вы получите из данного изучения, она будет, конечно же, неполной. Смиритесь с этим. Смирись, смертный, ты ничего пока еще не узнал. Ты узнал слишком мало, да. В общем, вы должны услышать ее эмоции и высказывания, и мысли, и идеи, которые она транслирует. И все их запомнить и попытаться включить в свой внутренний мир. Изучите их хорошо и уже постарайтесь составить ее личностный портрет, а также представить, какого мужчину она потенциально хотела бы видеть рядом с собой. Можете посмотреть, какие парни у нее были до вас. Можете посмотреть, что там вообще с ней происходит. В общем, чем больше информации она дает, тем лучше. И, соответственно, при первой встрече постарайтесь произвести впечатление этого правильного мужчины, имея пока лишь некоторый эскиз, который будет дополняться. То есть, да, вы должны одновременно и со временем составить идеального человека, с которым она бы согласилась переспать, с одной стороны. И с другой стороны произвести правильное впечатление, чтобы это не казалось так, ну вот такой, пук-пук-пук-пук, короче, я пришел, да, да, расскажи мне про себя, пожалуйста, такой скромнешко, я скромняшка, я в очках сажу, а потом, а потом на следующий день, шадов плюс один, и поехало, короче, привет, самочка, клевая жопа, бам! То есть, первое впечатление, оно будет значимым. То есть, если вы будете подавать вот такой дисбаланс сразу, если вы будете выдавать такой тотальный дисбаланс, это подозрительно, это уменьшит ваши шансы на успех. То есть, вам нужно сразу подойти к девушке так, как она этого приблизительно хочет, и постепенно корректироваться в лучшую сторону. То есть, сделать правильное впечатление, а потом еще более правильное впечатление закрепить. Если вы сразу придете неправильное впечатление, а потом правильное, ну, будет сложнее, в общем. Первое впечатление является крайне важным, а потому перед основными встречами уже соберите информацию, попытайтесь с максимальной степенью понимания оценить ее на уровне эмоционального и интеллектуального вложения. Вот так вот. Вот так вот. И вы уже молодец, вы уже прошли первую половину пути к сексу. Вторая половина пути к сексу заключается исключительно в том, что вы конструируете в себе идеального партнера и реконструируете его по ситуации. После нескольких встреч у вас должна сформироваться картина идеального партнера, которой вы по возможности пытаетесь соответствовать. Ваша задача создать личность, которая своими качествами будет полностью удовлетворять потенциальную партнершу. Если вам конкретно эта партнерша нужна. Там, если вы хотите сделать вид, не знаю, отвязного чела, ну, придется делать вид для нее отвязного чела. Вот такой. Как дела, как дела, это новый Кадиллак. Если вам, наоборот, нужно будет составить, не знаю, вид умного парня, ну, там, от щечки, там, вот все дела. Такой, да, Хайдеггер, гениальный мыслитель, абсолютно, я, в общем, да, я сам зачитывался Хайдеггером в детстве, прям потрясающий, потрясающий автор, да, действительно, очень хороший, я помню, я сам, когда почувствовал волю к смерти, эту вот эту самую, да, я помню, бытие к смерти ощутил, бытие, направленное в будущее, я просто испытал невероятный ужас, вот в таком духе, то есть, вы, в принципе, да, видели, какая актерская игра, мое почтение, бате надо в большом театре играть, я шучу, так вот, так вот, и в этом и заключается фишка, вы должны вжиться в данный образ, вы должны представить, что как будто бы вы в данном образе были всегда, вас не должно кринжевать от того, что вы притворяетесь кем-то не тем, кто вы есть, потому что вы и есть этот образ, вы полностью становитесь этим человеком, более того, у вас есть все ресурсы для этого, вы уже начитали достаточно литературы, вы понимаете много всего, у вас есть эмоциональный определенный, в общем-то, состав, чтобы смешать в себе вот этого человека, у вас все есть, вот вы котел, и у вас есть все ингредиенты, забросили их туда и создали личность, готово, готово, прекрасно, вы идеальны, вы теперь, вы не лицемерите даже вполне, вы и есть эта личность, в принципе, вы и есть эта личность, вы ее создали специально для данной девушки, и вы готовы с этой личностью вступить с ней в определенный контакт. Правда, при конструировании важно оставлять за собой контроль, так как иначе конструирование может перетечь в изменение личности. В целом, человек может менять свои личностные характеристики, это известно, скорее всего, вы сами несколько раз меняли за свою жизнь и индивидуальность за долгие годы жизни, а потому вам не привыкать к подобному явлению. Вживание и конструирование индивидуальности, это следующий шаг, они позволят вам куда более тонко адаптироваться к ситуации и всегда иметь возможность сделать откат к более удобной для вас версии. Если в жизни изменения происходят по накатанной, во многом они сфабрикованы некоторыми случайными событиями в вашей жизни, то теперь вы сможете их полностью контролировать, эти изменения, если вам нужно. Осознавать, подстраивать с ними, работать. Это очень интересная методология, которая, в принципе, крайне полезна. Крайне полезна для социализации, крайне полезна для общения с другими людьми, которая позволит вам понравиться наибольшему количеству людей, если оно вам нужно, если оно вам не нужно. Нет. То есть у вас появляется выбор. Если в потоке изменений самостоятельных вы являетесь человеком, который этому потоку полностью подчиняется, вот вы там вчера с зожника, через два дня алкоголик уже, вы не можете откатиться обратно к зожнику, скорее всего, у вас будут большие проблемы. Вы постепенно меняете мировоззрение, вы перескакиваете с одного мировоззрения, с одного набора мнений, с одного набора эмоций, на другой набор эмоций, и уже не можете никак этим, в общем-то, управлять. Вы становитесь рабом тех мнений, которые вас захватили, и рабом тех эмоций, которые вас захватили. Вы как бы полностью, полностью им подчиняетесь. И, соответственно, вот в том состоянии, в котором вы находитесь, да, вы можете понравиться некоторому объему девушек, а другому нет. Вот. Если же вы сможете быть всем одновременно, постепенно тасуя карты ваших внутренних состояний, вы можете понравиться потенциально большему количеству девушек. Более того, я на всякий случай замечу, если вы собираетесь заводить с девушкой длительные отношения, а также вы владеете всеми вышеобозначенными методами, то каких-то особых трудностей... А, если вы не собираетесь заводить с девушкой длительных отношений, а также вы владеете всеми обозначенными выше методами, то каких-то особых трудностей в жизни у вас не возникнет. Если же вы ориентированы на длительные отношения, то вынужден сказать, что в своем доме постоянно находиться под влиянием какой-то вторичной личности будет психологически тяжело. А потому, наверное, придется либо меняться, либо раскрывать свои карты. То есть, рано или поздно вы все-таки, ну, такой, ну, понимаешь? Я, в общем, использовал метод конструирования индивидуальности, и мне довольно грустно находиться в состоянии данной индивидуальности, мне это надоело. То есть, ну, пойми меня, пойми меня, красотка, поезд ушел. Я не могу продолжать в том же духе. Пожалуйста, прости. То есть, действительно, это будет довольно трудно. Также вынужден заметить, что большинство людей отнесутся к такому подходу, как лицемерию или лжи. Так устроено наше общество. Все вокруг лгут и все обвиняют друг друга во лже. Говорить о том, какие методы вы применяли для соблазнения, не стоит ни в коем случае. Пусть это останется тайной. Более того, есть тут один нюанс. Скорее всего, использование такого подхода будет крайне болезненным, особенно если вы соблазнили девушку на секс и показались ей замечательным партнером и парнем, и она вас очень полюбила. Это может очень сильно испортить ее жизнь, сделать ей несколько месяцев страданий. В общем, мы это не одобряем. Лучше все по чесноку заводить. Хочешь секс? Не хочешь пока. Хочешь секс? Не хочешь пока. Хочешь секс? Не хочешь пока. И так, пока не найдете девушку, которая хочет секс конкретно с вами. То есть она знает, что вы хотите только секс. А здесь такая система, в которой вам придется, собственно, притворяться с одной стороны. Ну, притворяться, не притворяться. Создать отдельную личность, которая при этом будет вторичной, которую вы будете задвигать на задний план постоянно. А во-вторых, вы эту личность рано или поздно отмените после секса. А девушка, скорее всего, будет думать о том, что вы и есть та самая личность. И будет хотеть ее вернуть, будет по ней страдать. Что печально. Именно поэтому я из моральных побуждений не советую использовать такие методики. А сама структура вживания может вызвать у вас сострадание к потенциальной жертве, что может также негативно повлиять на результат. То есть если вы достигли достаточно высокого уровня понимания, скорее всего, вы еще и сострадать будете человеку, которого вы так или иначе попытались соблазнить просто так, используя все данные методы. Ну, если вы сможете с этим состраданием справиться, делайте, что хотите. Я вам даю инструмент, дальше думайте. Думайте, как нарушать законы, правила, моральные, неморальные, это уже ваши проблемы. Я так никогда не делаю. Возможные ошибки. Из важного. Если вы понимаете человека, то распознать эти ошибки не составит труда. Но давайте по порядку. Возможно, вы начали требовать от девушки отношений не вовремя. У нее, например, может быть парень или, например, уже разбито сердце. При определенных условиях, и здесь можно вырыли ситуацию в свою пользу, я об этом уже выше рассказывал, но вы можете просто неверно прочитать ситуацию и проиграть. Старайтесь очень четко считывать ситуацию, старайтесь думать наперед, старайтесь, в общем-то, относиться к человеку с пониманием в данном случае, если вы используете данную методологию. И, возможно, вы заранее поймете, что да как, в какой проблемной или непроблемной ситуации вы находитесь, поймете, когда нужно действовать, а когда нужно бездействовать. Ваша основная задача все же, несмотря на понимание или непонимание, в любом случае произвести максимально позитивное впечатление. Максимально позитивное впечатление повысит ваши шансы на успех. Если вы начнете производить негативные эмоции и негативные впечатления, девушка бросит вас нахер. Запомнили? Запомнили. Это очень важный урок. В общем, если вы только в начале общения, претендуя на некие романтические отношения, начинаете умножать негативные эмоции, типа, «Алло, а ты куда пошла? Алло, а у тебя что там другое свидание? Алло, а что ты тут делаешь? А что, а где это? Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Если вы начнете умножать негативные эмоции, считайте, вы сами все запороли. Все, конец. Да? Прикольно. То есть вы должны уметь думать наперед и думать тоже в том числе тактически. Два. Вы могли неправильно прочитать те или иные вещи. Понимание требует от вас усидчивости и внимания. Что, кстати, довольно тяжело. Опять же, куда проще найти девушку, которая просто вам больше подходит. Вот вы слушаете рок, она слушает рок, вам нужна там, не знаю, пассивная, спокойная, не знаю, рабыня, допустим, или наоборот, госпожа. И вы находите себе такую там рокершу, рэпершу, философиню. Ну, там, какой типаж вам больше нравится, такой находите, подбираете по личным качествам и пытаетесь ей, в общем-то, понравиться. Скорее всего, у вас получится. Не получилось, ищите следующую. И рано или поздно у вас это все выйдет, и у вас будет интересное общение, интересная девушка, и вы ей будете нравиться. И она вам будет нравиться. И у вас там не только секс, скорее всего, будет и отношения нормальные будут построены. То есть, есть методы куда более простые и куда более надежные, чем то, что я сейчас рассказываю. Я еще раз это подчеркну. Ортодексологическое вживание не предназначено для того, чтобы заниматься сексом с девушками. И оно отчасти аморально. Оно отчасти непродуктивно в данном случае. Оно требует слишком многого, да. И оно требует от вас слишком многого. И в основном потому, что, следующий пункт, вы сильно не возвышаете себя над женщиной. Возможно, вы сильно возвышаете себя над женщиной, это ошибка. А потому не можете ее понять. Не считайте, что вы слишком умный и невероятный. А она автоматически глупа и бесполезна. Это очень важно на самом деле. В мире очень много сообразительных, эрудированных и гениальных женщин, недооценивание которых обречет вас автоматически на неудачу. Смиритесь. То есть вы, в принципе, можете попасть на более умную женщину. Да и на самом деле ее тоже можно соблазнить, с ней тоже можно позитивно иметь определенные связи. И даже ваша степень понимания может в каком-то смысле вам помочь, действительно. Но утихомерьте свою гордыню в общении с женщиной. Это во многих случаях важно. Четвертое. Конструирование индивидуальности. Это следующая ошибка. Крайне опасный метод, который требует максимума ответственности и дисциплины. Убедитесь в том, что у вас крепкое психическое здоровье. К доктору, к доктору, к доктору. Обязательно ходим, посещаем, боремся со своими призраками. Проверяем, есть ли у наших предков шизофрения врожденная, чтобы уж вдруг неожиданно не получилось так, что вы какой-нибудь шиз, а потом метод ортодоксологии конструирования индивидуальности спровоцировал у вас шизофрению и так далее. Очень осторожно, очень постепенно, очень внимательно к своему здоровью относимся. Ни в коем случае не рискуем своей жизнью, даже психической, психологической. А стараемся максимально эффективно все это через себя пропустить и максимально эффективно это проработать. Если у вас есть определенные опасения, ваши бабушки, дедушки, мамы, папы, прабабушки, прадедушки были шизами, лежали в больничке по каким-нибудь диагнозам, которые передаются по наследству, я прошу вас воздержаться от конструирования индивидуальности. Метод на грани. Реально метод очень на грани. Вам придется туго. Ну и пять. Самое важное и самое тяжелое. Вам придется работать над собой очень долго. Если для вас имеется единственная польза от сживания это секс, то куда проще добыть секс другими путями. У вас нет никакой необходимости в методах ортодексологии в таком случае. Они не для секса созданы. Выводы. У методов ортодексологии может существовать множество применений в разных сферах человеческой деятельности, в том числе в области секса. Если вы сможете развить соответствующие способности, то у вас будет возможность повысить вероятность своего успеха. Впрочем, вы можете сделать это куда более простыми способами. Еще раз подчеркиваю, ортодексология это очень опасная, очень сложная и очень интеллектуальная методология, которая требует огромного количества разных нюансов, разных способностей, которые постепенно и очень долго развиваются. Понимание в ортодексологии, вообще понимание вот этой германефтики, которую я разрабатываю, то есть вживание, это крайне опасная вещь, тоже крайне неоднозначная, с которой тоже придется очень долго работать. Если ваша основная цель это секс, я вам этого не советую. Как я всегда любил говорить, я не представляю себе общество скептиков и, соответственно, я не представляю себе общество ортодексологов. Я не считаю, что все люди должны быть скептиками, я не считаю, что все люди должны быть ортодоксологами, я не считаю, что это даже должно очень сильно распространяться. Вполне достаточно иметь определенный узкий круг ортодоксологов-скептиков в мире, чтобы поддерживать определенный уровень понимания, и чтобы, в принципе, эта методология не загнивала, не умирала и продолжала развитие. То есть достаточно несколько Не обязательно все и большинство И много, то есть не нужно этого Ну что ж, друзья Спасибо вам большое, часовая лекция подходит в концу Спасибо заказчику за 2000 рублей За заказ данной лекции Я вас всех очень и очень сильно люблю